Тем временем жители села Белое Североказахстанской области пишут письма во все инстанции с просьбой построить им новый медпункт и школу. Имеющиеся соцобъекты признали аварийными. Наш корреспондент Аталья Волкова увидела в каком состоянии они находятся. Это каркасно-камушитовое старое здание и есть местный фельдшерско-акушерский пункт, где сельчане получают медицинскую помощь. Венера работает в пункте уже 10 лет. Говорит, находиться здесь небезопасно. Здание в аварийном состоянии, видите. Что здесь не так? Здесь все не так. Это здание старое. Там фундамент все рушится, падает, стены все сыпятся, потолки. Сама топлю. Я топлю, мне зелень не платят. Я здесь топлю. И дворник сама тоже не платит. В плачевном состоянии находится и местная школа. Здесь получают знания более сотни учеников. И с каждым годом их количество увеличивается. Тем временем здание дает усадку. Окна гнутся, потолки сыпятся. Раньше мы учились в одну смену, когда у нас не было мини-центра здесь в школе, при школе. Мини-центр на 20 детей. Они заняли у нас где-то 4 кабинета. Сейчас у нас 8 учебных кабинетов. Очень маленькая библиотека. Столовая тоже мы сделали из кабинета. Как бы так, нет складских помещений, где можно было сложить спортинвентарь для школы. Местные власти уже подобрали место для новой школы. Здание можно построить напротив действующего учебного заведения. Необходима новая школа в селу, потому что действующая школа также находится в ветхом состоянии. Совместно с жителями отправили письмо в управление образования для строительства новой школы. Обращение рассматривается, ответа еще нет. Помимо этого, в селе необходимо провести дополнительное уличное освещение на сумму почти 3,5 миллиона тенге. И отремонтировать дороги. А это уже обойдется значительно дороже. Требуется 130 миллионов тенге. Наталья Волкова, Коныш Казбеков, Североказахстанская область, 24КЗ.